Девушка с кладбища Воскрешения Бесследно исчезает Легенды об этой девушке существуют уже около 80 лет Любопытно, что Мэри встречается не только тем, кто знает о ней, но и совершенно посторонним людям Так, в 1973 году один из таксистов пожаловался, что на обочине подобрал девушку, которая просила подвезти ее А около кладбища она таинственным образом исчезла, так и не заплатив Когда мужчину попросили назвать приметы его спутницы, он в точности описал известную по всей округе Мэри Скряги с Мясницкой В Москве на чистых прудах есть улица Мясницкая Некогда на ней стоял дом Кусовниковых Супруги славились тем, что при всем своем богатстве были скрягами и скупердяями Они никогда не приглашали гостей, никому не дарили подарков Собравшись в дальнюю поездку, муж с женой решили спрятать все свое сокровище в камине После их отъезда ни о чем не догадывающийся слуга развел в камине огонь В результате богатство сгорело полностью Узнав эту новость, супруга тут же скончалась Со словами «Ох, денежки, мои денежки» призрак старика и по сей день бродит в ближайших переулках Особняк на Миртовой плантации Согласно преданиям, некогда в одном из американских особняков жила рыбыня, которую звали Хлоя Женщина имела дурную привычку подглядывать и подслушивать замочную скважину за всеми обитателями особняка Но вот однажды за этим занятием ее уличил хозяин и в наказание отрезала ей одно ухо В результате несчастная женщина, чтобы спрятать свою рану, вынуждена была носить постоянно зеленый платок Но наказание не образумило Хлою, а наоборот Она решила отомстить своему хозяину и испекла для него пирог, в который положила ядовитые листья олеандра Только вот хозяину так и не удалось попробовать отравленной еды Его опередили две дочки и жена В результате страшных мучений женщины умерли Гнев хозяина обрушился на его рабов, которые быстро определили виновницу и повесили Хлою в тот же день История дошла до нас в виде смутных легенд и старых фотографий Однако на местной плантации появляется привидение не только Хлои В зеркалах особняка, рассказывают, отображается одна из убитых ею девочек Призрак насылает проклятие тому, кто отважится переночевать в ее комнате Корабль-призрак Это привидение известно всем морякам Летучий голландец сошел на воду в 1641 году Именно в этот год капитан судна устынской компании Хендрик Вандердекен Решил наспор в жуткий шторм обогнуть мыс Доброй Надежды Пусть даже этот будет стоить ему жизни С той поры корабль никто не видел Зато неподалеку от мыса стали встречать призрак судна При этом он появлялся так близко от бортов, что казалось столкновение неизбежно Однако вскоре призрак растворялся в тумане, который его всегда сопровождал У летучего голландца было много очевидцев Но самым известным из них стал король Англии Георг V Который даже отметил в своем дневнике встречу с таинственным привидением Монарх писал, что сперва он увидел мистический красный свет Затем из тумана стали постепенно вырисовываться контуры брига с парусами и мачтами Сухарева башня Известное место в Москве – Сухарева башня Там инженер, астролог и алхимик Яков Брюс, живший во времена Петра I, проводил все ночи Если верить легенде, он хранил там знаменитую черную книгу, написанную самим князем тьмы Эта книга внушала горожанам ужас Сухарева башня – место, где жили старинные духи древней Москвы Даже после смерти знаменитого алхимика свет Сухаревой башни продолжал по-прежнему загораться каждую ночь В 1934 году башня Чернокнижника была снесена Однако призрак Сухого старика довольно часто появляется на том месте Сухарева башня Сухарева башня В 1934 году башня